МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В доме Айвазовского бывший дом великого художника. Таракотовое здание, музей с мировым именем. Здесь хранится самая большая коллекция работ мариниста. И картины, и особняк живописец завещал городу. Сегодня, как и при жизни мастера, в этих стенах чтут традиции. Одна из них особенно любима как работниками, так и гостями галереи. Проведение концертов классической музыки. В доме Айвазовского самим художником было заложено огромное количество традиций. И это не только традиция, связанная с изобразительным искусством. Это традиция, связанная с искусственной культурой вообще. Айвазовский прекрасно играл на скрипке. И многие из его семьи были музыкально одарены. Татьяна Викторовна, наверное, понимаешь, что генетика вещь упрямая, и многие из его потомков, некоторые, стали музыкантами. Да, вот в частности, сейчас у нас гостят четыре потомка Айвазовского, которые сейчас живут в Австралии. Двое в Мельбурне и двое в Сиднее. И одна из них Джорджия Ло. Она играет на арфе профессионально. Она выступает в составе Сиднейского симфонического оркестра и в составе первого австралийского квартета арфистов. Девушка приходится правнучкой Ивана Айвазовского в пятом колене. Перед выступлением она не может скрыть волнение. Специально для концерта в доме своего великого предка арфистка выучила программу русской музыки. Произведение Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Сергея Прокофьева. Для администрации музея оказалось проблемой отыскать на полуострове концертную арфу. Инструмент редкий, в Крыму их буквально считанные единицы. Эту струнную красавицу привезли из Ялты. Обычно она звучит в составе симфонического оркестра Крымской государственной филармонии. Но по случаю выступления Джорджи и арфу специально сняли с концерта и доставили в Феодосию. Крымской государственной филармонии Крымской государственной филармонии Чайковский или Глинка? Трудно выбирать, но, наверное, Чайковский. Шестакович или Прокофьев? Прокофьев. Где вы учились? Я училась в Сидне, в консерватории, а потом в Нью-Йорке. Я начала изучать музыку на фортепиано, но когда у меня появилась арфа, я поняла, что нашла свой инструмент. У вас там преподавали большое количество русской музыки? Не так много, но у нас один из педагогов привил любовь к русской музыке. Я знаю, что наша арфа не совсем такая, как у вас на родине. В чем отличие? Прежде всего, в механизмах тех арф, на которых я играю у себя дома, там гораздо больше струн. Там другое расстояние между струнами, и педальный механизм совершенно другой. Но ко всему этому можно приспособиться. И разница только в тех ощущениях, когда ты играешь. Традиционно почему-то считается, что арфа — это женский инструмент. Считаете ли вы так, и так ли это в вашей стране? У меня в Австралии есть ученики, среди них половина мужчины, половина женщины. Кроме всего прочего, у мужчин более сильные руки, а для того, чтобы играть на арфе, нужны сильные руки. Вы в Крыму впервые? Второй раз, и мне здесь очень нравится. Действительно, нам сделали очень хороший тур по Крыму, и мы увидели много мест, которые изображены на картинах Айвазовского, в том числе Феодосии. Что касается Феодосии, чем больше я вижу город, тем больше мне нравится и город, и Айвазовский. Крым вас не вдохновил сотворить что-нибудь? Эта поездка у нас очень насыщенная, но мне хотелось бы в следующий раз, посещая Крым, например, посидеть на пляже и сочинить что-нибудь. «Старый Симферополь как будто напевал свою музыку», рассказывает Владимир Николенко. Звучание этой городской симфонии 70-х годов ему удалось запечатлеть на снимках. Тогда он еще не был уверен, что станет известным дирижером, но знал, что свяжет свою жизнь с музыкой и родным краем. Вы знаете, в детстве и юности я занимался слайдами. Тогда не было качественной пленки, не было интернета, компьютеров. И более-менее качественные слайды можно было только запечатлеть на немецкой пленке, которая, в общем-то, была доступна. Она продавалась в наших магазинах и более-менее качественная картинка. Ну вот я очень любил снимать «Старый Симферополь». Это видео возле роддома на набережной. Вот я смудрился снять с одной точки в разное время года. Это была зима, а это будет лето. Таких коробок со слайдами с десяток. В них с любовью сложены в ряды воспоминания о советском Крыме. Маэстро утверждает, что уже тогда понял, что южный климат и богатая природа полуострова для него станут определяющим фактором судьбы. Я знаю, что вы учились в Киевской консерватории, и вам неоднократно предлагали остаться в столице советской Украины и там вести хоровое дело. Ну, было такое дело, но так служило, что я вернулся в Симферополь, потому что мне хотелось что-то здесь делать, потому что я любил Крым. Вот, кстати, улочка старого Севастополя. Так получилось, что я учился в Киеве, а служил в городе Героя Севастополя. Я был матросом ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Вот это, кстати, одна из фотографий оформлена. По-моему, это был день флота. Вот там на заднем плане, это бухта центральная Севастополя, на заднем плане плавучий госпиталь Енисей. Нам на этом Енисеи тоже удалось бороздить моря и океаны, когда мы выезжали с визитом в Средиземное море, обслуживали корабли Черноморского флота, находящиеся там. После того, как приехали из Киева обратно в Крым, как сложилась Ваша судьба? Ну, по-моему, неплохо сложилось, потому что я, когда приехал, первое, что я сделал, я стал собирать единомышленников, которые хотели его петь и создавать свой коллектив. Мне это удалось сделать буквально в первые несколько месяцев. Вот это тоже такие два мостика в районе Гагаринского парка. Мне удалось сделать, собрать единомышленников. Но я понимал, что нужно как-то хор перевести на профессиональные рейсы. Вот это, кстати, уникальная фотография. Тогда здесь был Александр Сергеевич Пушкин. Он восседал возле женской консультации. Сейчас это здание принадлежит представительству администрации президента. В конце 1994 года, перед Новым годом, было заседание правительства Крыма, на котором решалась судьба нашего коллектива. Вопрос о создании профессионального хора в Крыму был вынесен на заседание правительства. Этот вопрос прошел, нас поддержали члены Совета Министров Крыма. И с 1 января 1995 года Камерный хор Таверический Благов стал работать в структуре Крымской филармонии. С тех пор прошло больше четверти века. Коллектив получил признание, стал лауреатом международных конкурсов, посетил все страны Европы. Но где бы Владимир не путешествовал, он всегда спешит вернуться домой. Между нотами, голосами и гастролями в жизни маэстро есть еще одна музыка. Музыка сада. Здесь, среди пальм и кипарисов, дирижер проводит все свободное время. Владимир Михайлович, ваш сад как произведение искусства. Как это все хозяйство называется? Ну, вы знаете, у меня с детства была такая мечта иметь сад. К сожалению, эта мечта осуществилась слишком поздно. Но, тем не менее, за эти годы, это уже более 20 лет, я сумел сделать, по-моему, неплохой сад. И у меня как-то возникла идея, что такой террасный сад должен как-то называться. Поскольку он находится в поселке Морском, а старое крымско-татарское название этого поселка Капси-Терра, а сад террасный, я взял по половинке слова от каждого Капси и добавил Терра. Получилось Капсихорские террасы, что соответствует истине, потому что действительно весь сад находится на склоне 45 градусов, и пришлось этот сад обустраивать подпорными стенками, образовывать таким образом террасы. Капсхор с тюркского «Выжженная земля». Действительно, это один из самых засушливых районов Южного Крыма. Любопытно, что у топонима есть и второй вариант трактовки. Хорос – место в античном театре, где размещалась поющая артистическая группа. В долине, где находится поселок, удивительная акустика. Маэстро уверен, что в морское Капсхор его привела судьба. Вот тут ничего не было, тут был виноградник, как в колхозе ряды винограда, виноград, виноград. Вот все деревья, которые вы видите, это все посажено своими руками. Деревья, газоны. Вот это пальма, которая растет здесь, самая большая, это пальма, которую я вырастил из косточки. Является ли этот сад тоже частью музыки в какой-то ее интерпретации? Ну, безусловно, потому что чувство формы, чувство красоты, то те чувства, которые порождены во мне любовью и знакомством с музыкой. Дирижер живет без выходных. Только смена деятельности. От дирижерского пульта к работе со шпателем или лопатой помогает ему отдыхать и думать. Трудясь над подпорной стенкой или выкапывая яму под пальму, маэстро обдумывает новые творческие идеи. Дирий Михайлович, а насколько важно вообще для государственности в целом хоровое искусство? Вы знаете, я вспоминаю свою юность и занятия по хороведению. Помню, что нас тогда, наше внимание активизировали на одной из статьи Владимира Ильича Ленина. У него есть такая статья, называется «Развитие рабочих хоров в Германии». Она небольшая, примерно на полторы странички. И вот там, тогда вождь мирового пролетариата, сделал вывод о том, что хоровое пение очень важно для государства, поскольку оно сплачивает народные массы. Потому что любой хор – это общество в миниатюре. Потому что если бы модель хора была перенесена на модель государства, на модель региона, наверное, бы многих проблем, негативных проблем мы могли бы избежать. Поэтому берите с нас пример. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова